Сын лидера Северокавказского национально-освободительного сопротивления, имама Шамиля, Джамалуддин, вошёл в историю как великий заложник. Заложник большой политики или большой любви? На данный вопрос и попытается ответить фильм «Аманат». События кинокартины разворачиваются на закате Николаевской эпохи, на фоне которой развивается история любви и предательства, чести и долги, служения Родине и верности. Это история любви, побеждающая стереотипы и побеждающие конфликты. Мне кажется, что одним из важнейших элементов этого кино, вообще миссии этой картины, можно сказать, что это гармонизация межнациональных отношений. То есть то, что делает людей ближе, добрее, людей даёт возможность людям понимать лучше, людям разных культур, разных вероисповеданий, разных национальностей. И мне кажется, что нам удалось этой цели достигнуть, кино получилось, и я желаю вам приятного просмотра. В интервью CBC продюсер и сценарист фильма Шамиль Джафаров выразил надежду на то, что бакинская публика оценит данную картину по достоинству и прочувствует те эмоции, которые испытала съёмочная группа при создании киноленты. Получила колоссальное удовольствие. Было замечательно. Снят фильм на высшем уровне. Я увидела прекрасные просторы Дагестана, почувствовала колорит того времени, колорит исторических событий. И актёрская игра замечательная. Царила атмосфера очень приятная, дружественная. И зал был великолепный. И зрители такие чувственные все, как я. Я аж прослезилась. На закрытом показе присутствовал исполнитель одной из главных ролей – народный артист России Андрей Соколов, а также представители Министерства культуры Республики Дагестан, на территории которой снималась большая часть картины. Фильм «Аманат» не оставит равнодушным ни одного зрителя, гарантируя произвести массу впечатлений и окунуть зрителя в особую атмосферу. Редактор субтитров А.Семкин